Давайте в этот час мы помолчим и вспомним, чем мы можем быть достойны. Быть может, покаянием своим мы осознаем жертву русских воинов. Актёр Борис Галкин, который приехал в Балаково на урок мужества, говорит, это для профессий мирных войны не было несколько десятков лет, а для военных всегда дело найдётся. То локальные конфликты возникают, то проводятся специальные операции. На этот раз вспоминали Беслан, когда террористами была захвачена целая школа. Бойцы двух спецподразделений отдавали свои жизни, чтобы спасти заложников. Спецназовцы тогда сражались так яростно, что даже сейчас многие не могут понять, какие резервы организма должны включиться, чтобы человек смог совершить невозможное. Я думаю, что они тогда не задумывались ни о чём. Когда они снимали бронежилеты и просто шли без бронежилетов, заходили в школу Беслана и вытаскивали, потому что с бронежилетом вытащить детей было практически невозможно. Они понимали, что они шли на явную смерть. И хоть одна пуля, и всё. Но они это делают. В школе Беслана погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Для расследования этого преступления была создана комиссия, в которую вошёл и Валерий Фёдоров, на тот момент сенатор, член Совета Федерации. На протяжении двух лет выясняли обстоятельства этого чудовищного теракта. Никогда не забуду глаза людей, для которых тот праздничный день обернулся настоящим адом. Мурашки бежали по коже, когда люди рассказывали, как теряли своих детей и близких, а сами остались живых. Мы отдаём должное бойцам спецподразделения, всем тем, кто принимал участие в освобождении заложников. Честь и хвала им. Десять спецназовцев из отрядов «Альфа» и «Вымпел» отдали свои жизни, спасая тех, кто находился в школе. Среди парней, закрывших своим сердцем детей, и наш земляк Вячеслав Малеров, служивший в подразделении «Альфа». С такими людьми и решаются такие сложные проблемы. Что в Норд-Осте, в котором он тоже участвовал в освобождении Норд-Осте, что тем более в Беслане. Один из первых ворвался, телом прикрыл девчонок, получил смертельное ранение, и успел ещё сложить несколько террористов, уничтожить. О подвиге Вячеслава Малерова в Балакове знают. Школа, в которой он учился, носит его имя. В сквере 9-го микрорайона установлен памятник, а его боевые товарищи постоянно приезжают в наш город, чтобы в ходе таких вот уроков мужества ещё раз напомнить подрастающему поколению о таких героях, как Вячеслав. «Наша святая обязанность – реально быть на родине тех наших парней, кто сложил свои головы. Граждане Балакова ведут огромную работу по увековечивающей памяти не только нашего Вячеслава Малерова, но и всех балаковцев, кто отдал свою жизнь при исполнении войск. Участие ветеранов в боевых действиях и уроках мужества – важная составляющая патриотического воспитания молодёжи. Едва сдерживая слёзы, они рассказывают школьникам и студентам о реальных событиях. И без этих историй очевидцев урок превратился бы в обычное чтение учебника. Эмоции, искренность, скупые мужские слёзы, военные песни с глубоким смыслом – это то, что даёт повод молодёжи задуматься и вспомнить героев. Во-первых, они слышат слово, о чём мы поём. Есть определённый смысл, очень важный смысл. Продумано, во-первых, всё, чтобы было интерес у детей. Ведь песня не просто так, мы делаем видеоряд для того, чтобы было как-то осмысленно. Поэтому это такая вдумчивая работа. В контексте происходящего, наверное, каждое искреннее слово и каждый подвиг, начиная, может быть, даже с Александра Невского, он ценен для нашего сознания, для нашего сердца, для будущего поколения. На этом уроке мужества школьникам и студентам вручали памятные знаки за успехи в учёбе, спорте, творчестве. Ученик 25-й школы Руслан Шемсудинов, например, активно участвует в предметных олимпиадах. Получил памятный знак «Юнезащитник Отечества», который даётся за учебные, спортивные, творческие, а также патриотические достижения. Участники урока мужества говорят, что после таких мероприятий им хочется переосмыслить свои взгляды на жизнь. А это значит, что организаторам удаётся донести до ребят самое главное.